Время пропагандистских кампаний Это было уместно и работало на победу. Но сегодня удивляешься слепоте многих публицистов, писателей и художников, которые продолжают окарикатуривать фюрера германского народа. А карикатура ведь дальше всего от истины и мешает понять причины появления одного из самых кровавых монстров 20 века. А между тем реальный Гитлер был типичным интеллигентом за исключением одной, но крайне важной черты. Представьте себе молодого человека, который одарен архитектурно, хорошо рисует, много читает, занимается самообразованием, логически хорошо мыслит, умеет убеждать других. Потом это умение превратится в незаурядное ораторское мастерство. С началом Первой мировой войны этот австрийский интеллигент добровольно уходит служить в кайзеровскую германскую армию, где показывает себя храбрым, инициативным, исполнительным солдатом. И все это Гитлера современники отмечают еще и вежливость, обходительность и определенное обаяние. Но он не стал ни учителем истории, ни художником или архитектором, не стал и актером, как когда-то мечтал. Карьера Гитлера содержит один очень важный урок. Одержимость художника или одержимость поэта никогда не представляет никакой опасности для людей, а идейная одержимость приводит к уничтожению всего духовного в человеке, всего того, чем Господь наделяет человека при его появлении на свет. Молодой Гитлер был еще в юности одержим человеконенавистническими идеями, расовыми идеями, которые позднее назовут национал-социализмом. Поистине надо любить не идей, а людей. В этом корявом афоризме содержится глубокий антигитлеровский христианский смысл. И не только антигитлеровский. В 20 веке тирания идей уничтожила такое количество лучших людей, нанесла такие раны нравственному совершенствованию человека, что нам придется выздоравливать еще очень и очень долго. Если только, конечно, болезнь эта не хроническая. КОНЕЦ О юности и молодости будущего нацистского лидера создано немало мифов. О его нищете, люмпинстве, бездомности, бродяжничестве. На самом деле молодому Гитлеру, родившемуся в австрийской провинции в 1889 году в семье мелкого чиновника, всегда хватало средств для вполне сносной жизни. Будучи австрийским подданным, Гитлер уклонялся от службы в армии, потому что не хотел, по его словам, служить в австрийской армии вместе с чехами и евреями. Уже тогда были придуманы многие мифические болезни этого дезертира. Но Гитлер с энтузиазмом, как и вся Европа, встретил начало Первой мировой войны и добровольно отправился служить в Баварский пехотный полк. Новобранец Гитлер удивлял инструкторов и однополчан своей образованностью. Его считали солдатом с высшим образованием, которого на самом деле у будущего фюрера не было. По воспоминаниям сослуживцев, рядовой Гитлер был смелым и сообразительным солдатом, заслуженно награжденным за храбрость с железным крестом первой степени. Активная война ефрейтера Гитлера закончилась на Западном фронте 15 октября 1918 года, когда он был отравлен газовым снарядом союзников и на какое-то время потерял зрение. В госпитале Гитлер размышлял о роли пропаганды на войне, о слабости Германии в этом виде оружия и пропагандистских символах. Затем возла его нацистскую партию. Он сумеет организовать глубокое пропагандистское воздействие на немецкий народ. То, что Гитлер был чудовищем, очевидно. Но ни в коем случае не следует его считать убогим дебилом. Человеком ничтожным, бесталанным, мало к чему способным. Гитлер с удивительной точностью, с удивительным психологическим просчетом ситуации умел находить те единственные слова, с помощью которых можно было увлечь за собой нацию, увлечь за собой миллионы немцев. Ему, конечно, было, наверное, далеко до лучшего оратора всех времен и народов Фиделя Кастро, Но очень многие современники отмечали ораторский гений Адольфа Гитлера. И в частности, среди них был и Эрнст Рэм. Человек очень взвешенный, очень осторожный, никогда практически не попадавшийся на демагогические удочки. Хотел бы обратить внимание на одну очень показательную, с моей точки зрения, ситуацию. Ситуацию со свастикой. Этот старинный символ предложил использовать в нацистской символике отнюдь не будущий фюрер германского народа, а скромный зубной врач Фридрих Крон. Это случилось еще в 1919 году. Но именно Гитлер с удивительной прозорливостью и психологическим просчетом ситуации смог увидеть в свастике тот знак, тот символ, который оказал на германскую нацию воистину магическое воздействие. Рост авторитета Гитлера и ведомых им нацистов происходил на фоне поражения Германии в Первой мировой войне. Упадка, голода, инфляции, национального унижения немцев, которому их подвергли победители, особенно усердствовала в этом Франция. Большим пугалом для германского обывателя был и коммунистический интернационал, едва ли не самая организованная сила после немецкого краха в войне. Противостояние нацистов и коммунистов сказалось на решающем выборе немецкого народа. Предпочтение было отдано Гитлеру и национал-социалистам. Этого и следовало ожидать в той обстановке. Гитлер с самого начала руководца своей партии привнес в нее военизированный дух и военную дисциплину, что тоже имело немалое значение в борьбе за властью. Фюрером Адольфа Гитлера впервые назвал неудачливый поэт и драматург Дитрих Эккарт. Это произошло на страницах нацистского официоза газеты «Фолькешер Беобахтер». Со всей определенностью нужно сказать, что Гитлер возглавил нацистское движение в условиях глубочайшего национального унижения Германии. В условиях беспрецедентного с точки зрения своих контуров и последствий экономического и финансового кризиса. Ну что тут говорить, если обязательная, непременная для каждого немца кружка пива, стоившая накануне Первой мировой войны в 1913 году 13-15 фенигов, теперь в начале 20-х обходилась в 150 миллионов марок. И вот не закончились еще 20-е годы, Германия только-только начинала ровно дышать, и тут на нее, равно как и на многие другие страны мира, обрушился новый, может быть еще более страшный экономический кризис. Убежден, что именно последствия этого кризиса 1929-1933 годов и привели к тому, что в 1933 к власти в Германии пришел Гитлер. Последние конвульсии старой Германии закончились со смертью президента фельдмаршала Пауля Гинденбурга. Гитлер, организовав грандиозное прощание с героем Танненберга, заставил Вермахт принести присягу на верность ему, Адольфу Гитлеру. В августе 1934 года фюрер стал и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Гросс-адмирал Карл Деннис вспоминал о Гитлере. «Сильная личность, ярко выраженный интеллигент, энергичен, с прямо-таки универсальным образованием, обладающий неслыханной силой внушения. Я умышленно лишь изредка посещал штаб-квартиру, потому что чувствовал, что так лучше всего сохраню свою ударную силу, потому что через несколько дней пребывания в штаб-квартире у меня появлялось ощущение, что меня подавляет сила его внушения». К претензиям на роль полководца Гитлер пришел не сразу. Сначала он, используя самые жесткие меры, навел новый гитлеровский порядок в Германии. После подъема немецкой экономики, в чем немалую роль сыграла крепнущая вера фюрера и растущий национальный патриотизм, Гитлер приступил к объединению бывших немецких земель и земель, на которых проживало немецкое население. Последовала серия крупных дипломатических успехов, в которых Франция и Великобритания играли роль статистов или же прямых пособников нацистского лидера. В течение нескольких лет Гитлер вытеснил французов из Рейнской области, присоединил Саар, Судетскую область, а затем и всю Чехию. Завороженный успехами фюрера и подъемом уровня жизни в Германии, к Третьему рейху присоединилась Австрия. Да, Гитлер осуществил определенный нажим на австрийское правительство, но в целом население родины фюрера с удовольствием присоединилось к Германии. Все это время Гитлер неустанно совершенствовал свой главный инструмент – вермахт, отдавая предпочтение новейшим типам вооружения, в которых он хорошо разбирался. К лету 1939 года вермахту стало уже тесно в пределах Германии, а политика Чемберлина, Деладье и Сталина только укрепляла в Гитлере убежденность в том, что его кровавая игра приведет к успеху. Перед польской кампанией Гитлер был уверен, что воевать с Англией ему не придется и испытывал сомнения по поводу Блицкрига как нового победоносного метода войны. Сомнения его развеяла быстрая победа, а вот политическое чутье наполовину подвело. Франция и Великобритания объявили войну Германии, не желая при этом воевать. Французский парламент продемонстрировал свое миролюбие, а английский премьер Невил Чемберлин, неосторожно предоставивший гарантии Польши и тем самым подогревавший ее неуступчивость и нежелание обсуждать проблему немецкого города Данцига, тоже полагал, что как-нибудь все закончится миром. В польском походе Гитлер еще активно не вмешивался в действия генерального штаба и главнокомандующего сухопутными войсками, предоставив Гальдеру и Браухичу самостоятельность в принятии решений, которой в дальнейшем у них уже не будет. Своего нетерпения фюрер выразил во время визита в танковый корпус генерала Гудериана, где воочию убедился в эффективности близ Крига. Потом был парад германских войск в Варшаве. После него Гитлер все больше и больше брал на себя руководство вермахтом, оставляя неудел своих генералов, которые, по его мнению, были недостаточно энергичны и не обладали той глубокой интуицией, которая проведение наградило его, Гитлера. Странным было планирование операции по захвату Норвегии. Гитлер, как и Черчилль, предавал захвату Норвегии и в этом не ошибался большое стратегическое значение. Планирование норвежской операции началось втайне от собственного генерального штаба. Фюрер не предупредил об этом даже верного Германа Геринга. На один или на два дня немцы опередили англичан, продемонстрировав хорошее взаимодействие флота, авиации и армейских групп. Захват Норвегии Гитлер, как полководец, мог полностью записать себе в актив. Наступило время гитлеровских триумфов. Разгром Франции, когда фюрер преодолел молчаливое сопротивление своих генералов и заставил их принять идею Манштейна, предусматривавшую главный удар через горный район Орден, был действительно образцовым с точки зрения военного искусства. Гитлер всегда считал свой вклад в победу над Францией решающим. После этого триумфа он перестал с кем-либо советоваться по военным проблемам. Теперь у Германии был непобедимый, великий, величайший полководец всех времен и звали его Адольф Гитлер. Летом 1940 года так считал не только фюрер, но и многие немецкие генералы. Фельдмаршалы Клюге и Рейхенау, например, а генерал Йодель в дневнике всерьез писал о военном гении фюрера. В благословенном 1909 или 1910 году, когда Вена была веселым, шумным музыкальным городом, задолго до страшной для Европы Первой мировой войны, не говоря уже о войне Второй, Гитлер купил лотерейный билет и уверовал сразу же и в полной мере, что этот билет принесет ему огромный выигрыш. Более того, он даже придумал дом, который он обязательно подарит своему другу после реализации выигрыша. Гитлер не только нарисовал эскизы этого дома, его план, он даже составил список картин, которые обязательно украсят стены этого роскошного жилища. И чем все кончилось? Конечно, Гитлер проиграл. Лотерейный билет оказался пустым, он ничего не выиграл и впал в глубочайшую депрессию на несколько месяцев, испытывая грызущее разочарование и ужас от крушения таких замечательных романтических иллюзий. Как нам представляется, в этом был весь будущий рейхсканцлер Третьего Рейха. Накануне нападения на Советский Союз Гитлер еще раз испытал победную эйфорию, когда за 11 дней вермахт разгромил Югославию и за три недели завоевал Грецию. В этот период Гитлер не был сторонником побед любой ценой. И когда в мае 41-го года парашютисты генерала Штудента захватили остров Крит с большими потерями, фюрер запретил впредь проводить масштабные воздушно-десантные операции. Интересно, что весной и в начале лета 1941 года большинство германских фельдмаршалов и генералов одобряли стремление разгромить Советский Союз. Это уже задним числом после разгрома они стали искать и находить аргументы против похода в Советскую Россию. План «Барбаросса» стал едва ли не главным упреком немецких генералов своему бывшему верховному главнокомандующему. Действительно, план этой операции и для человека невоенного является чистым авантюризмом. Три мощных группы армий наступают по расходящимся направлениям на Ленинград, Москву и Киев и должны выйти на мифическую линию Архангельск-Астрахань. А дальше что? Оказывается, никто в Германии об этом не думал. Если бы Красная Армия была готова к стратегической обороне, то при таком плане фон Рунштетт и Киева не смог бы взять. Дожоков тогда ему помог своими бездарными контрударами, погубившими советские танковые войска и открывшими дорогу на Киев. Но обвинять в прямом авантюризме плана Барбаросса одного Гитлера нельзя. Операцию эту разрабатывал генеральный штаб, а вину затем перенесли на Гитлера. Но у фюрера и своих чудовищных грехов хватает. Дальше в нашей истории начинаются большие неожиданности. Красная Армия имела все возможности и по числу войск, и по технической оснащенности для того, чтобы покончить с авантюризмом Гитлера в течение максимум полугода. Когда сегодня подсчитываешь танки, орудия и самолеты, которыми обладала Красная Армия, то понимаешь, что наступающий враг не имел никакого преимущества. Наоборот, преимущество было у Красной Армии. Но объяснение приходится искать уже не в военной области. Самодеятельный полководец Гитлер столкнулся тогда с таким же самозванным полководцем Сталиным и сумел обвести его вокруг пальца. Дилетантизм Гитлера был стратегическим, а дилетантизм Сталина в тот период войны и стратегическим, и тактическим. Потери, которые мы понесли в первый месяц войны, сломали бы любой народ, кроме русского. И это главное. В конце войны стойкость и несгибаемость русских с завистью отметит и фюрер германского народа. В период западной кампании войны на Востоке до лета 43-го года Гитлер будет часто появляться на фронтах, в штабах своих командующих, перемещаться в поезде и на самолете. И этот метод положительно скажется на руководстве войсками. Однажды он попадет в засаду и будет обстрелен польскими солдатами. В Запорожье, в штабе Манштейна, Гитлер окажется в опасной близости от советских танков, которые едва не перережут ему дорогу на аэродром. Трижды во время этих поездок на фронт на него будут готовить покушения немецкие офицеры. Но ни одно из них не принесет результата. В августе 41-го года был кульминационный момент наступления вермахта в советской России. Гитлеру и генералам необходимо было решить, что является для них первоочередной целью – взятие Москвы или захват Украины и Киева. У немцев уже не хватало сил, чтобы наступать одновременно в двух направлениях. Вопрос этот пытаются представить сегодня на Западе, как упущенную фюрером возможность взятия Москвы. Гитлер тогда выбрал и настоял на операции против советского Юго-Западного фронта. Генералы-мемуаристы заклеймили своего вождя, заявляя, что это была роковая ошибка. Объективные исследователи склоняются сегодня к выводу, что вермахт не смог бы взять Москву в августе, а на Украине Гитлер добился еще одного триумфа. Следующий успех Гитлера-полководца – это его приказ, запретивший войскам отступать после поражения в начале декабря 1941 года под Москвой. Но этот приказ сыграл с Гитлером злую шутку. Отныне он будет объявлять крепостью все, что ему заблагорассудится, запрещать тактические отступления и тем самым погубит немало германских солдат и офицеров. На наш взгляд, Гитлер не был полководцем потому, что он не был реалистом. Он не имел самого главного необходимого для полководца качества – глазомера. Он не умел соотносить свои силы и силы противника, свои возможности с возможностями противника. Он не умел ставить ни промежуточные, ни конечные цели. И те политические цели, которые он поставил перед собой, были недостижимыми, а он подчинил всю военную стратегию достижению этих нереальных политических целей, поэтому делал на военных картах одну роковую ошибку за другой. Впрочем, если говорить об ошибках Гитлера, на мой взгляд, он допустил их всего лишь три. Но эти три ошибки предопределили исход войны. Первую ошибку он допустил, когда ввязался в войну с Великобританией и стоящими за Великобританией североамериканскими Соединенными Штатами. Допустив эту ошибку, он сделал недостижимой победу, потому что у него не было реальных сил для того, чтобы справиться с Великобританией и тем более с США. Вторую, очень серьезную ошибку, он допустил еще до нападения на Советский Союз, когда отказал в праве на существование антисоветской, антисталинской, небольшевистской России. И если в первом случае он сделал для себя недостижимой победу, то вторая ошибка сделала безусловной его грядущее поражение. А третья ошибка Гитлера была, наверное, самой фундаментальной. Ни один полководец или политик не может добиться победы, если приступают божеские законы. После поражения под Москвой Гитлер взял на себя обязанности главнокомандующего сухопутной армии, а летом 1941 года еще и назначил себя командующим группой армии А, наступавшей на Северном Кавказе. Теперь Гитлер фактически сам и разрабатывает, и осуществляет планы военных операций, в которых в основном терпит тяжелые поражения. За гибель 6-й армии в Сталинграде фюрер еще не побоится взять ответственность на себя, но в дальнейшем вся вина будет им перекладываться на генералов, которых он будет снимать, отправлять в отставку, и заменять теми, кто овладел, по его мнению, мировоззрением национал-социализма. С осени 1942 года Гитлер уже не верит в победу Германии, но не испытывает никакой моральной ответственности за судьбу народа и не делает никакой попытки закончить войну в безвыходной ситуации. Одержимость его идеями превосходства одной расы над другими в конце концов напрямую обернулась против немецкого народа. Ведь это Гитлер развязал идеологическую войну на Востоке. Это он был инициатором приказа о комиссарах и неподсудности немецкого солдата на Востоке, о жесточайшем обращении с военнопленными. Это Гитлер кричал на Гальдера, когда генерал заикнулся о положении пленных красноармейцев. Это Гитлер был прямым инициатором Холокоста против еврейского и русского народов. Когда ноша борьбы за мировое господство оказалась непосильной для немцев, Гитлер проклял и свой собственный народ и прожил последний год в ужасном одиночестве, презирая тех, кто, по его мнению, проявил позорную слабость. Крах Гитлера привел не только к разрушению Германии, но и посеял надежды для германского народа на возрождение, потому что они наконец-то расстались, разошлись со своим фюрером, в которого так верили, которому поклонялись, и с которым надеялись построить свой особый немецкий рай. На исходе войны Гитлер был обуреваем чувством мести. При любых решениях, руководствуясь принципом «чем хуже, тем лучше», мечтая пролить как можно больше крови своих врагов, он задержал производство реактивных истребителей «Мистершмитт-262» почти на целый год, требуя переделать их в скоростные бомбардировщики, чтобы налетами возмездия вселить ужас в англичан, обманувших все его ожидания. Последним заметным всплеском Гитлера-полководца стало контрнаступление на Западном фронте и в Эльзасе. Его почти единодушно осуждают западные военные историки. Они уверены, что фюрер напрасно решил разгромить англоамериканцев. Лучше бы он укрепил Восточный фронт и нанес бы ощутимые потери русским. Такие оценки не имеют отношения к военному искусству, а носят откровенный идеологический характер. А на самом деле операция в Орденнах, начатая в середине декабря 1944 года, явление очень интересное. Она и задумана была хорошо, и могла бы принести ощутимый стратегический успех. Но было поздно, и никакое военное искусство уже не могло спасти Третий рейх. После этого Гитлер-полководец мог бы надеяться на Гитлера-политика, но политик в нем умер еще 22 июня 1941 года. В Растенбурге в своей ставке фюрер сказал своим приближенным после покушения на него 20 июля 1944 года «Такую сорную траву, как я, извести нелегко». В этом, к несчастью для миллионов людей, Гитлер оказался прав. Чтобы его извести, чтобы его выкручивать вместе с идеями нацизма, потребовались усилия сотен миллионов людей, реки крови и десятки миллионов жертв. Но сорная трава обычно далеко разбрасывает свои семена. Об этом никогда нельзя забывать. Субтитры создавал DimaTorzok